А чего вы не подрались? Ну, он начал меня уговаривать, что никакой фальсификации не было, что это Дашевский придумал и Трамп. Мы работаем в очень честном этом самом тандеме с ним. Да, да, да. Он рулит, я не кручу педали. Да, да, да. Как это можно... Светом лица, я сейчас свет лица у меня просто другой, я по-другому себя немножко вижу, чем вы меня видите. Потому что мы с вами делим экран. Вы меня видите отдельно, а я на самом деле пополам с вами на экране. Сейчас у меня температура что-то это самое, цветовая, не тело. Он вас сначала подначил по поводу вашей позиции по коронавирусу, да? Ну да, мы с ним ругались. И по этому поводу я вот вмущался тем, что он трусы ужасные, всего боится. Но, к счастью... Его-то биографии. Да, к счастью, он привился и теперь, значит, полегче стало. Ну, слушайте, я... Как ваш Prius ездит? Я не хочу говорить-то в этом в эфире, чтобы как бы не снижать нашего градуса общения. Prius нормальный? Да, вы знаете, очень хороший. Машина-то молодая, пять лет. Угу. Вот поэтому... Я раньше... У меня была такая цель попробовать все машины вообще. Какие бывают. И я... Да. Когда каждый год... Немножко донжуанством отдаёт. Чем? Донжуанством отдаёт. Донжуанством. Попробуй все машины. Каждый год ездил в Италию. Почти каждый год отдыхать. Но иногда там до полугода оставался. И я заезжал сначала в Германию, покупал трёхлетнюю машину, потом ехал в Италию, на ней катался, а потом я пригонял через Германию уже в Москву и продавал за ту цену, за какую купил. Вот такой получался прокат машины бесплатный. Вот. Но зато я попробовал... А какое-то отдельное место в Испании? В Италии определённое место или вообще Италия? Вы знаете, я открыл для русских такое место, которое называется Forte dei Marley. Это Тоскана. Рядом с Лукой. Вот. И это стало русское место. Сейчас скорее даже украинское, чем русское, но русских там по-прежнему очень много. Вот. Я дал несколько интервью и все туда поехали. Всяком случае, Олег Дерипаско мне сказал, что он поехал туда и купил там виллу, кстати говоря. Потому что услышал от меня, что... Надо брать? Надо брать? Надо брать два. Я слушаю радио KPCC. Это демократическое радио. Такая густапсовая пропаганда. Такая примитивная-примитивная. Но ужасно. Но я люблю это. Это предмет изучения у меня, понимаете. Вот. У них там есть передача, она как так и называется, «Дай два». Константин, смотрите, одна вещь, две вещи хочу спросить. Я вас представляю, как здесь будет на экране титр, подпись «Бизнесмен-активист». Бизнесмен, запятая, активист. Лос-Анджелес. Нормально, да? Да. И я хочу вас спросить такую вещь. Поскольку, как я сказал и анонсировал, что мы начнем со Сталина, чей день смерти сегодня, очередная годовщина, слава богу, наступила, я хотел спросить вас о Валерии Ильиничной Новодворской. Потому что для меня это как бы тема не устаревающая, а вы знаете, они, может быть, больше, чем многие из тех, кто сейчас вообще хотел бы говорить по ее поводу. Вы не устали от этой темы сами? У вас будет что сказать? Нет, нет, конечно, конечно, очень много. По поводу Сталина, я вам сейчас скажу такую неожиданную вещь, вы можете ее использовать. И мой дед, Алексей Снегов, такой известный диссидент, ленинец, он писал фактически доклад Сталину, то есть этому Хрущеву, на 20-е съезд. Он просидел в тюрьме 20 лет, его освободили на процесс Берию, свидетелем он был, потом отправили назад в лагеря. В этот момент вмешался Хрущев, в котором они были там оба членами ЦК Украины, и его освободили. И он был помощником Хрущева долгое время, а потом стал заместителем министра внутренних дел и освобождал 58-ю статью. Он такой крупный государственный деятель был при Хрущеве, и при Брежневе, естественно, его отстранили, и, в общем, его начало преследовать КГБ, он там какие-то, начал публиковать документы секретные. Так что можно поговорить об этом. То есть я для вас, мне кажется, интересен еще и вот этим. Абсолютно, да. Вы вообще интересная фигура, я вырос с вами на телевизоре. Благодарю вас. Такое не выбрасывается. С одной стороны, голос Америки, а потом Константин Боровой появился. Наш человек на телевизоре. Слушайте, я вас хотел спросить. Вы знаете, вот я как бы, ну, это не тема сегодняшняя, и вообще она такая большая и дальняя тема. Вот фонд такой Heritage, да, к которому принадлежал Магницкий и Браудер, да, по-моему, фамилия, который затеял. Heritage Foundation, нет, Браудер это другое, это не Heritage, Heritage это... А Hermitage, по-моему, да? Или Hermitage какой? Эрмитаж, да, Hermitage, Hermitage, а Heritage это Лилия Шувцова и Сергей Марков, которого я обвинил в том, что они боролись очень, Heritage Foundation боролись с расширением НАТО на Польшу, на Чехословакию, и главный борец там был Сергей Марков. И я Лили как-то сказал на семинаре громко, что странно, что Heritage Foundation выполняет роль агента КГБ. Она очень долго смеялась над тем, что Сергей Марков, агент КГБ, смеялась долго до тех пор, пока Сергей Марков сам не сказал, что он заканчивал школу КГБ. И он теперь, если вы знаете, если вы знаете, он сейчас депутат и такой активист, пропагандист Сергей Марков. Но вот эта вот история с Браудером, на которого работал Магницкий, интересная, потому... То есть для меня она интересная, я не слышал особенно много об этом, но в американских источниках это достаточно известный факт, что сам Браудер происходит из очень давней семьи высокопоставленных американских коммунистов. То есть на уровне президента, или как он называется, председателя, комм-партии. Они использовали, да. Они использовали против него это Кремль, я имею в виду. То есть это не мог быть какой-то вариант с золотом партии, например, меня обликнуло в голове, потому что в общем, на Западе. Разговоров было много, но я этим занимался. Мы с Егором Тимурчим Гайдаром создали такую комиссию, в которую пригласили председателем известного журналиста и занимались поисками, так сказать, золота, до тех пор, пока высокопоставленные КГБшники не сказали, что что вы волнуетесь. Все в порядке, все учитываю. Все софт-загранбанки функционируют, но потом они были все приватизированы, естественно. Интересно. Где-то мне попалось, что вот эти все фразы, когда Владимир Ильич Ленин там говорил, Фелик Седонычу Дзержинскому в коридоре, «Батенька, мне не нравится, как вы кашляете, не пора ли вам в Швейцарию поправиться там докторам?» И он говорил, «Да, конечно, Владимир Ильич, когда? Ну, идите, Яков Семенович, как его зовут? Яков Семенович Свердлов, как его? Да. Он все оформит вам. И, в общем, Свердлов был ответственный за все эти деньги, и они сидели каждый на 20-30 миллионах долларов, в общем, примерно из экспроприированных денег и так далее. То есть на эту Швейцарию были всегда деньги. В то же время Владимир Ильич там делился жарной картошечкой на сале, там или не на сале, с беспризорными детьми, родителей которых по его приказу отправили в сумасшедший дом. Сейчас начнем. Чтобы они пропали. Да. Вы бываете в России сейчас часто? Я не могу, к сожалению. Я почти два года здесь сижу, там началась слежка, и я эту историю несколько раз рассказывал. В 2014 году началась слежка, точно такая же. Мне посоветовали уехать, у меня была очень сильная аналитическая группа на бирже, из тех же КГБшников, кстати говоря, правда отставных. И они сказали, уезжайте немедленно. Я уехал, а убери Лемцова 15 февраля 15-го года. То есть не 15-го, 29-го. Ну, неважно, в феврале 15-го года. Поэтому, когда начали следить сейчас, я просто там надел штаны и вышел из дома с маленьким чемоданом и, в общем, я думаю, спас себя жизнь. Прекрасно. Вы на велосипеде ездите все еще? У меня три велосипеда, и я езжу почти каждый день. Ну вот, сейчас чуть поменьше, потому что опять эта чертова машина появилась, без которой я думал, что смогу жить в Лос-Анджелесе. Ну да, это иллюзия, конечно. Да. Надо быть с машины. В Лос-Анджелесе, вот мы побывали в феврале месяце, такая вообще благословенная земля, это Южная Калифорния. Я только что съездил во Флориду к вам, только что я был и почувствовал разницу. Все-таки вот эти несколько градусов, несколько процентов влажности, они очень сильно меняют ситуацию, дышать во Флориде сложно. тяжело. Я как ташкентский человек, я как бы там получаю удовольствие от жары, честно вам скажу, я очень жароустойчивый. жару, я очень люблю, я тоже очень жароустойчивый, но сухую жару. А влажную жару, да плюс еще комары, как называются у вас эти балконы закрытые сеткой? Лонж как-то? Ну, как лоджи, лоджи называли их ташкентцей, но это в общем... А в Флориде это называется, я забыл как-то... Лаунж? Не лаунж, как-то по-другому, да. Не знаю. Ну, в общем, это явление... Нью-Йорки называют Florida Room, когда вот ставят такую остекленную комнату на балконе, называется Florida Room. Так и произносится по-русски. Я спрошу, приятель он говорил, они как-то называются, специально слово есть для... Я люблю тоже бывать во Флориде, но мы последнее время с женой что-то в Мексику сбегаем, в Канкун. И были там, вот в прошлом феврале мы приехали и сейчас планируем в конце опять поехать туда на 10 дней. у нас это очень просто. Вообще первую поездку билеты достались по 160 долларов туда и обратно из Нью-Йорка. И там ты... Меня как бы сговор с людьми. Я смотрю на Google Maps какие там гостиницы, номера обычно с телефонов снаружи написаны. Я им звоню и предлагаю им наличные деньги по приезде. и это обходится гораздо дешевле чем любой букинг и шмукинг и так далее. 6.59 вы видите? Что, что, что? Время. 6.00 Да, я вижу. Мы выходим сейчас в эфир. Да, у меня все здесь прописано. И мне достаточно нажать кнопочку и мы пойдем с вами живьем на YouTube и потом я это аннотирую и поставлю на Facebook и дам вам линк и в общем мы посмотрим как у нас